Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается ассистивно-компульсивного расстройства или навязчивых мыслей, которые не дают человеку спокойно жить, как всем обычным людям. Совершенно разные мысли. Это касается аутоагрессии, это касается того, что произошло с бывшим. Это прошлое, которое делает виноватым человека. Вина, стыд и различного рода страхи. Человек говорит о том, что назначили лечение таблетки. Вот. Но, соответственно, курс долгий. Вот. Некоторые таблетки, по словам автора вопроса, нагоняют тоже страх. Человек боится. Вот. И иногда чувствует себя овощем. Хочется жить спокойно, без таблеток. И автор вопроса спрашивает. А есть ли такой способ? Вот. То есть, есть ли такой способ, чтобы жить без, вот, собственно говоря, таблеток. Смотрите. Способ, конечно, есть. Это... Это... Психотерапия. Вот. И... Это процесс... Длительный. На мой взгляд. По крайней мере. Вот. Это процесс длительный, потому что вам довольно много... Чего... Предстоит... Прожить. Поработать с... Поработать с... Чувствами... Вины... Вины... Стыда... Боли... Злости... Которые... Эм... Которые связаны с... Вашими текущими... Вашими текущими... Мыслями. Вот. Ведь... Дело в том... Дело в том... Что... Ваши мысли... Эм... Они... Не просто так... Появились. Они появились... Эм... В следствии... Я бы сказал... Такого... Топального... Сдерживания... Себя. То есть... Вы... Себя... Топально... Сдерживаете... Сдерживаете... Попально... Сдерживали... И... Сдерживаете... Себя... В... Эм... Эм... Помню, что касается... ваших чувств, ваших эмоций, ваших переживаний и все эти чувства, все их, конечно же, нужно проживать и необходимо с ними работать, вот. Как вам и сказал мой коллега, это процесс достаточно длительный и требует времени, но, конечно, самое главное, что это в целом очень интересный, то есть процесс познания и исследования себя. Очень интересно, если вам интересна ваша жизнь. И вот здесь появляется такой, на мой взгляд, важный момент, что вот вы говорите, спокойно жить. А жить для чего? Жить, чтобы что? Ну то есть смотрите, совершенно ведь очевидно, что вы живете в прошлом. Совершенно очевидно, что вас волнует прошлое и вы не живете в настоящем. Да, конечно, прошлое мешает, прошлое может травмировать, прошлое может причинять дискомфорт и так далее, но вы не устремлены вперед. Вы не видите как будто бы смысла своей жизни. И вот это, наверное, является одним из ключевых факторов, что вам как будто бы не ради чего, не зачем жить. И вы нашли для себя такой смысл снова и снова проживать на свое прошлое. То есть ваша текущая жизнь вам как будто бы не особенно интересна. И с этим тоже нужно работать. То есть не только с прошлым. В нем можно копаться бесконечно. Ну и в будущем. С вашими смыслами. Вот. С вашими целями и так далее. Пока у меня складывается ощущение, что вы делаете все для того, чтобы не сталкиваться со своей жизнью. Вы делаете все для того, чтобы не жить. Вы как будто бы боитесь жить. Вот. Ну, есть ощущение, что вы себя наказываете. Есть ощущение, что вы себя как бы, ну, бичуете. Если это правда, то вот, конечно, человек, который себя бичует, да, он вряд ли имеет право на жизнь. То есть, опять же, тут есть вот свои нюансы и свои тонкости. Понимаете, да? Поэтому я бы сказал, что работа здесь на самом деле такая достаточно комплексно должна быть проведена с вами. И вопрос в том, готовы ли вы к этому? Ходите ли вы этого? Готовы ли вы признать, что возможно? Только возможно. Только возможно. Только возможно. Что вы не совсем та, какой вы себя представляли. Готовы ли вы признать, что вы другая, не такая, какой вы о себе думали и даже думаете до сих пор. Вот. Это, в общем-то, ключевой аспект. Дело в том, что фармацевтическое лечение, которое вам было предложено, оно ведь только оказывает такой, как бы, поддерживающий фактор. То есть, это просто направлено на поддержание вашего состояния. Но изменения, которые с вами могут происходить, они только будут происходить в психотерапии и в проживании тех эмоций, которые у вас накопились. Понимаете, да? Вот. Поэтому здесь, ну вот, такой расклад получается. Поэтому да, способ есть. Но это, так или иначе, работа над собой. Я хотел бы у вас спросить. Вот. Что вы делаете, как бы, со своими чувствами, когда вы их испытываете? Ну, то есть, вот, буквально, что вы с ними делаете? Буквально, как вы с ними обращаетесь? Буквально, что происходит, когда вы испытываете то, что вы испытываете? Что вы с этим делаете? Это, конечно, было бы очень интересно узнать. Почему? Потому что мне показалось, что вы со своими эмоциями боретесь. Мне показалось, что вы пытаетесь их контролировать. Вообще, тематика ОКР это очень часто про контроль. Это очень часто про попытку удержать реальность. Попытку удержать реальность такой, какой вы хотите её видеть. Не принимаю, по большому счёту, ни себя, ни эту самую реальность. К сожалению. Так что, я думаю, у вас, сама собой, присутствуют довольно серьёзные механизмы защиты. Вот, я так думаю. Которые, конечно, продолжают, как бы, оставлять вас в... в этом состоянии, в состоянии, которое вы испытываете, да, в состоянии, которое вы снова и снова переживаете. Вот, я думаю, что эти механизмы защиты являются одним из... определяющих факторов... определяющих факторов... вашего... ну, скажем так... вашего состояния. вашего состояния. И, конечно, я понимаю, что... вам тяжело. Я понимаю, что вам... больно. Я понимаю, что вам... ну, вероятно, даже... обидно. То есть, знаете, вот здесь... ещё... ещё и... элемент... обиды присутствует. что... вот... ну, грубо говоря... другие люди... живут нормально, да, я вот... живу... вот так. и... само собой... это ещё больше... ситуацию сгубляет. Но... на мой взгляд... по моему... скромному мнению... эээ... вы можете всё исправить. со временем... ээ... не торопясь... работая над собой... и... потихонечку меня... потихонечку меняясь. Ну, вот. Именно меняясь! То есть... речь... не идёт о том... чтобы... измениться... стать... ээ... другой... и... в какой-то степени вот... эээ... ну... потерять... эээ... эээ... себя. Нет. Ээ... речь идёт именно о том, чтобы... эээ... найти себя. когда... вот вы... в определённый момент времени... эээ... как мне... кажется... себя потеряли. эээ... вот... в этих мыслях... эээ... эээ... в этих эээ... эээ... противоречиях... эээ... 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 борьбе... вот... вы себя... вы себя потеряли. Вам предстоит... как мне... кажется... себя найти. как бы... заново... как бы... заново... себя... найти. Вот. Поверьте, процесс этот... эээ... эээ... больше... интересный... увлекательный... чем... трудный. Если вы... в какой-то степени сделаете психотерапию... ээээ... ээээ... своим образом жизни, то... она не будет... психотерапия – это не лечение. это не делает вас... какой-то... ненормальной, это не делает вас... какой-то больной. Вот. Психотерапия делает вас... более... осознанной... сознательной, что ли. личностью. Вот. Вопрос заключается только в том... хотите ли вы... этого... или нет. Вот и все. Я буду благодарен вам за обратную связь... по умному ответу. Это позволит вам... начать... над собой работу. вы... большая молодец... что... заговорили об этом... вот... вы... большая молодец... что... начали вот... как-то... обсуждать это. то есть это вот... такой... ну... на мой взгляд... очень... крутой... серьезный... шаг... вперед... для вас. и... само собой... что... вам нужна... поддержка... самостоятельно... справиться... с этим... тяжело. правда заключается в том... что и не нужно... вам не нужно справляться с этим... одной... вы... в этом смысле... не одна... только принять помощь... тоже нелегко... если... вы... находитесь... в... 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 постоян... в... постоянных... э... тревоги... страхи... волнения... в... вне... может быть даже... гневе... в чем я... почти... не сомневаюсь... конечно... нам будет сложно принять... и... помощь... тем не менее... если вы... найдете... смысл своей жизни... ну... какие-то... цели... да... то... я думаю... что... ситуация для вас... начнет меняться... просто... э... я скажу... сейчас... страшную вещь... может быть... неприятную даже... но... вам сейчас... интереснее... предав... э... предаваться... этим мыслям... больше... нежели чем... жить... вот... нежели чем... жить... вот... как-то так... я вам желаю... всего самого доброго... я желаю вам... удачи... еще раз... вы... большая молодец... что... решили... поднять эту тему... вот... обращайтесь...